друзья всех приветствую на нашем канале нынче хочу рассказать про бетон мешалку самодельную тоже сам я делал как все остальное вот такой у нее общий вид вот так вот она выглядит колеса ручка рама баклуша ну давайте начнем с баклуши значит эта бочка была довольно толстая двойка как минимум вырезал ее розочкой опять же загнул заварил идеальный овал у меня не получился вернее овал получился круг не получил но ничего страшно тут в принципе не обязательно конечно может немножко некрасиво значит здесь обечайка обварена прутком для прочности внутри особо так никаких там не выдумывал замороченных лопаточек просто вот полосы приварены три под углом и три прутка шестнадцатых вот так вот приварены ну то есть ну не лучший вариант скажем сразу полоса забивается надо после каждого замеса желательно промыть чуть стукнуть там но для себя хватает на большой вал конечно не пойдет ну так мне нравится загружаю не особо много где-то 6 ветер бетон если готовить 1 2 3 вот так я делаю 1 цемент 2 песка 3 щебенки вполне приемлемо ну и воды по вкусу вот раствор если чистый без щебенки плоховато месяц не промешивает для растворная на миксерные лучше раствора мешалки до бетономешалка размеры и баклуши диаметр 60 сантиметров длина 70 ну где-то середину так загнуто угол у нее меняется можно повыше пониже опустить когда конечно она более горизонтально лучше промешивает это достигается насчет вот этой вот ноги вот она у меня здесь вот на хомуте ну как всегда у меня эти хомуты везде идут и ручка на хомуте чтобы регулировать много можно отодвинуть хомут и отпустить назад или вперед поставить отвесно и ежели к даже мало можно подставить под нее чурбачок вот что дальше ручка тоже регулируется когда храним на хранение ручка вверх откидывается вертикально стоит уже не мешает очень легко она управляется опять все одной рукой за счет больших колес колеса москвич вот спереди но движок наверно дюжа сильный флянцевый вот так вот я его прикрепил но другого нет поэтому как бы в движке у меня не перебезают с аппарата на станок со станка еще куда-нибудь так такие не обязательно тут он сюда стоит крутится на очень легко редуктор вот шестеренчатый один к 40 на нем поменьше звездочка вот поменьше звездочка здесь два раза больше звездочек вполне приличная скорость не помню сколько оборотов нормально промешивать здесь у меня узел из двух подшипников которые так вот заключены в корпуса такие вот где-то нарулил не помню вал 40 через них проходит сюда здесь есть возможность снять баклушу ежелик что тоже вот так на хмуте на болту усилительные ребрышки вот это вот у меня уголки приварены сюда крепится ящик для кондюков но это его снял пока чтобы лучше было видно все остальное вот но как всегда у меня моя фишка это рама хочется сделать раму какую-нибудь необычную вот и как и на копалке она у меня уже хордовая вот сделано из 16 двутавра вот она старца вот такой вид сейчас я к свету взверну получше чтобы было видно погода пасмурная но вот она так сделано вот я вырезал кусочек загнул вот пошла назад тут пришла опять загнул пошла вниз и пошла туда уже под кохи и на ней же стоит редуктор и моторчик вот не приварены вот так вот две трубы на которую у меня вот тут ручка и ножка одна ручка одна ножка в общем одна рука и одна нога так что еще ну по-моему так вот смотрится достаточно симпатично на пушку похоже маркира так здесь что еще здесь у меня лапы вот такие из двухдюймовой трубы вот тоже приварены к этой самой раме а вот ось приварена к раме ну в общем делаю вот эту хордовую раму потом начинаю к ней варить мне показалось что так удобней нежели делать какую-то квадратную хотя если можно бывает что надо сделать и квадратную раму рамку обычную классическую ну так мне захотелось сделать что-то оригинальное а может идея не моя не буду приписывать себе вот так движочек по моему 3 киловаттный но можно и слабее говорю что это лишнее ну чем хороши большие колеса это вот взял ее даже полную и легонь покатил куда надо ой она сама едет так назад и выгружается она выгружается она вот таким образом сейчас я наклоню потом сбоку покажу все то есть у нее сама же ось сама же как и опрокидаем но выгружать либо траншею в яму либо в корыто в ведро уже не выгрузишь не подлезешь но я выгружаю в корыто если неудобно потом из корыто лопатой выгребаю по разношу или из корыто сразу или сразу же в траншею допустим если какой-то будут заливать там или фундамент или бордюры заливал вот либо там площадку заливал тоже сразу на землю так и все и даже можно ее еще вот так вот за ручку взять и приподнять вот и даже вот так вот и сделать и постучать вот колеса вывесились вот вот так она работает то есть то есть ничего лишнего наверное сейчас еще раз она меня болтает еще раз сбоку покажу ну вот какая то такая система тут еще может быть что то еще забывают про все рассказать ну в принципе из необычного как мне кажется только рамы очень удобный этот узел вот который держит но тоже идея не моя сзади без всяких вот здесь вот подставок бывает ставить ролики сюда еще но это когда бочка тонкая да уже так не сделаешь она прорвется то есть надо не меньше двойки а то и тройку в общем если есть возможность старайтесь баклушек потолще сделать не жалейте и тогда у вас будет всего лишь один вот такой узел без всяких поддерживающих роликов и идеальный идеальная центровка ей тоже вот при таком расположении не нужно то есть она у нее биение здесь может быть ну шантиметра два а если делаете ролики уже при таком биении их не поставишь ну вот в принципе и все весом конечно тяжелое как у меня все тяжелое инструмент тяжелый жизнь тяжелая ну ничего ну вот такая вот штучка друзья надеюсь понравится вам ну вот в принципе и все если кому-то моя конструкция поможет в его изобретениях буду очень рад ну все ребята всем привет всем пока всем пока